Главное в этой жизни понять, чего ты хочешь. Увидеть свою цель, и тогда найдутся и силы, и возможности. И наш сегодняшний герой как раз один из таких. Он не просто смог полностью изменить свою жизнь, но уже сегодня получить первые результаты своего труда. Меня мало кто понимает вообще, что я в таком юном возрасте, после такой роскоши, в которой я жил, приперся в деревню тут на голое место, понимаете. Может быть даже некоторые где-то у виска там крутят, думают, ну а на крыша поехала, мужика уже поперся куда-то. Ну вы знаете, каждый живет своим интересом, своим углом. Мне все это нравится, может быть это не так воспринимается. Но когда выхожу сюда утром, выхожу, раскидываю руки, какая здесь красота, какой здесь воздух. Ферма Александра Исаева – это, конечно, козье царство. Ради вкуснейшего козьего молока и натуральных молочных продуктов все и задумывалось. И хотя в обширном фермерском хозяйстве есть и поросята, и овцы, и цыплята, и даже парочка кроликов, козы – это давняя мечта, которую после многих лет совсем другой жизни удалось воплотить в реальность. Животных я люблю с детства. Впервые у меня появились они со второго класса, и всю свою жизнь я мечтал о том, что сейчас имею. Мечту и любовь – это он нес всегда с собой. Всегда годами держал. Очень люблю кроликов, очень много всегда у меня их было. И здесь у меня будет целая ферма, просто придет к этому время. Началось все давно очень. 37 лет назад, когда родился у меня первый старший сын, вот у меня их трое, мальчишка у нас заболел. И после того, как три недели его лечили лекарствами, было это давно, еще при Советском Союзе, сказали, что мы уже вам помочь не можем, все. Но, тем не менее, бабушка-медсестра, которая проработала всю жизнь, сказала, говорит, дочка, купите козу. Ну что, команда была дана, и рванул я по кругу, вокруг Днепропетровска, и нашел первую козу в нашей жизни. Коза была большая, белая, как копна. И вот с тех пор мы дружим с такими животными. Везде, где возможно было, всегда были с нами козы. Как у вас сутчисто? Как так получилось? Это же козы! Вы знаете, я очень люблю современные технологии, всегда присматриваюсь к чему-то новенькому. Принцип содержания наших коз на неисменяемой подстилке. Новый слой накладывается на старый, убирается основной запах. Во-вторых, нижняя подстилка начинает гореть, давать тепло. А для дальних коз, особенно в период окотов, январь-февраль месяц, когда холодно, очень это все полезно. Они очень ласковые. Вы посмотрите, мы на улицу выгоним их, они все окружат, как котята будут за нами бегать. Вот это вот мамочки, которые дохаживают последние дни. Вот из них уже отсюда мы забрали, шестеро окатилось у нас. До того, как заняться фермерством, Александр Исаев много кем был и много где жил. Был военным и был инженером-проектировщиком. Из военного была и обычная служба, и военные конфликты. Из строительства даже перечислить сложно. Улица Пушкинская в Ялте, набережная в Гурзуфе и десятки домов по всему южному берегу. И в том же Гурзуфе был свой дом. Большой, просторный, с бассейном и прочими атрибутами комфортной жизни. Но и в том доме были козы. Как некий символ другой, будущей, несомненно, лучшей жизни. Это либо дано, либо нет. Каждый человек, наверное, многими обладает возможностями, способностями. Но без любви, без, будем говорить так, полного отчаяния во всем. То есть вот я пришел, сжег за собой мосты. Это мое, я должен здесь жить, укорениться, подняться и сделать то, что я наметил. Только так. А любовь, ну как без любви к животным? Это же не машины, механизмы пришел, выключил. Вот у меня коллектив маленький. Ну вот вы спросите их, молодых. Они встают и в 5 утра, и в 4, и в 2 часа носим, потому что она переживает. Ну и как там мои козлятки, понимаете? Занинская порода самая молочная. У меня есть козочки, которые даже в запуск не уходят. Запуск – это когда коза перестает доиться, она готовится к родам. Вот она, допустим, тут же подоилась, хопа, в углу уже окатилась. Мы ее помыли, и она пошла дальше. Продал где-то порядка 50 голов, и у меня появилась большая компания друзей. Знаете, они мне все звонят по сей день. А куда, чего, а как, а что? Я всю эту компанию обслуживаю собственными козлами, потому что у меня очень хорошие чистопородные козлы. Вот у нас основные производители. Лео, покажи себя. Значит, у Лео рыжая борода, видите? Как определить активность козла? Вот чем он грязнее, тем он выгоднее для хозяйства. То есть за большим количеством козочек он ухаживает, значит. У нас есть хозяйственно полезные признаки козы. Она должна хорошо кушать, она должна хорошо доиться, она должна сохранять свое здоровье, вовремя катиться, приносить здоровое потомство. Когда мы начинаем прикладывать, вот мои козы умные, вот у тебя не такие, понимаете? Животные все одинаковые, и наши козы тоже, вот им что-то в голову шибанет, понимаете? Вот они гуляют, 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 пасутся, да? Потом какая-то коза вспомнила, что она что-то здесь дома забыла, понимаете? Она бегом обратно, остальные смотрят, ага, что-то случилось, наверное. Они же не анализируют ситуацию. Дурочка побежала, ну беги, тут трава вкусная, чем вот туда, понимаете? И они все за ней, понимаете? Мне единственное, что привлекает, они спокойные. Спокойные, но весьма шумные. Голоса пониже – это взрослые. А тоненькие голосочки – это всего пару дней назад родившиеся малыши. И о таком деревенском счастье мы даже не мечтали, потому что это именно счастье – возможность держать на руках маленького козленка, который даже в незнакомом человеке видит кормилицу. Вот у нас народ появился. Появился такой народ такой. Ой, боже, какие крошки. Вот у нас один только вот Себл появился, остальные у нас все беленькие. Понял, что на ручки? Да, без проблем. Иди ко мне на ручки. На ручки без проблем. Девушка наша с красивым литературным именем Наташа. Сейчас будут тебя кормить. Ой, как вкусно, боже мой. Вот так. Вы слышите этот звук? Ну все, какая умница, все скушала, молодец. Теперь скажи, можно играть. Родился очень маленьким. И чтобы его не дать ему как бы уйти, мы его забирали домой и выращивали. Ну, чтобы он и в тепле, и был сытый. То есть, и он на лапки не вставал у нас. И вот он сейчас бегает, прыгает со всеми. Вот Наташа с Сергеем работают у меня уже второй год. Они прошлые все окоты пережили. Она к ним и пришла. В прошлом году газа 20 января, первая казана на этой земле у нас окатилась. И вот Наташа с первого дня у нас работает. Сейчас в наш маленький коллектив, знаете, я вот беру так аккуратненько, как вот эта курица, наверное, клюет. Вот появится человек достойный, я возьму его, понимаете. А вот так вот уже душу раскрывать не хочется. И пока кормилица Наташа занимается малышами, мы можем отправиться со стадом на пастбище. Но для начала все козы приглашаются в загон, где в теплое время года они любят принимать солнечные ванны и беседовать друг с другом о погоде или о качестве вчерашнего сена, например. Вот так. Все, что здесь сделано, все сделано моими руками. По окончании средней школы в далеком 75-м году, когда я первый раз не поступил в институт, я пошел работать. Пошел работать учеником Столера. Ну и на протяжении всей своей жизни всегда старался впитывать все, что могло быть полезно. Я владею всеми строительными специальностями основными. Столер, плотник, сварщик. Я, кстати, делаю красивую мебель. Простой элементарный вопрос. Это вот поддон бэушный. Стоит он 30 рублей. В замену, если доски купить, будет в три раза дороже. Поэтому я купил поддонов, и вот у нас кругом очень много загорожено везде. Красиво получилось. Барышни легли и просить. Да. Любоваться. Барышни. А почему вы говорите такой акцент «голубые глаза»? Это почему так важно? Знаете, просто не важно. Это просто редкость такая. В моей жизни как бы это первый раз. Понимаете? В основном у кос глаза желтые либо зеленые. Синие глаза – это и мои. Сиреня, давай. Вот они, красавцы молодые первые. Горцующие пони. Вот за ними наше новое приобретение чешское. Вот. Вот начальник стада пришел. Тут такие бои, там голова к вечеру в крови все у каждого. Тут они… Видите, смотрите, четверо. Смотрите, 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 смотрите. Забрать ее надо, Серега. Они сейчас затолкут ее. Сильная холода кос на пастбище не гонят. Они на своей теплой подстилке из сена, под крышей просторного и чистого хлева могут оставаться сколько угодно. Но пока морозы не ударили, пожалуйте на прогулку. Здесь и вкусная трава, и заботливый пастух, и живописные окрестные виды. Давай, давай, моя хорошая, пошли, 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 девочки, пошли, пошли. Пошли, пошли, мои хорошие, пошли. Ну, золото, давай, чего ты, давай, идем. Пошли. Привыкнув к красотам южного берега, сложно было переехать в степную зону, понимаете. Ведь правильнее всего было бы поехать, например, в Нижнегорский район, там, например, в Красноговородейский. Там, где большие поля, где плодородные земли. Но приехав туда, ну, как бы, грустновато было. И я подумал, что нужно искать какую-то золотую середину между южным берегом и степью. Я объездил все, всю округу объездил, что было решающе. Ну, кроме, конечно, хорошего вида, возможности иметь дорогу с твердым покрытием, наличие воды, отсутствие соседей. Важно было создать минимально, насколько было возможно, массив. У нас вот это вот ущелье идет от моря до Грушевой долины в Ялте. Здесь когда-то собирались строить санаторий еще при Украине. И здесь просто воздух невозможный. У нас чуть-чуть прохладнее. Вот у нас даже в Тодолюбовке на 2-3 градуса теплее. Но за счет этого у нас летом очень комфортно. У нас здесь жара так не ощущается. От ветра нас загораживают горы. Ветра у нас почти не бывает здесь. То есть, ну, маленькая Швейцария. Нагулялись, что ли? Нет, они вспомнили, что газу-то забыли свою. А они же за ней. Первый же рванул Лео, этот Франц, за ним Лео. У нас, кстати, девочки все, немки. У них у всех немецкие имена. У нас есть Амалия, Верена. Ну, Марты у меня нет, кстати. Марты нет. Может, она должна была быть? Фанни, Герти. Вот такие имена у нас. Пока неуверенные в своих решениях козы еще не определились, любоваться ли им окрестностями или все же бежать обратно, где нет подозрительных людей с камерами, мы направляемся дальше. Угу. Что такое? Здравствуйте, товарищи свиньи. Создание небольшой свиноводческой фермы – это как бы жизненная необходимость. При переработке молока остается очень много обратно, сыворотки. Выливать в канализацию такой полезный продукт, ну, просто… Рука не поднимется. Страшно просто, понимаете, страшно. Каждый день в обед приношу им сюда сыворотку. И как только они меня видят, лезут на стены. Это как дети. А представляете себе, когда они вырастут. Они вот здесь будут висеть, ждать меня. Почему нет запаха? Здесь в подстилку добавляются китайские бактерии. Они полностью перерабатывают навоз, убирают запах и дают тепло. А это банда такая тут белобрысая. Хулиганы такие. Видите, что творят? Очень хотят внимания и еды. Сыворотку хотят. От поросят к пернатым. Там тоже есть своя история. Потому что Александр Исаев не стал фермером в одночасье, многому приходилось учиться. И выращиванию цыплят в том числе. Это отделение, где цыплята с первого дня жизни находятся до 21 дня. После того, как они набирают определенный вес и обрастают перьями, мы их переводим в то помещение, где они находятся на доращивании. Вот так все поднялись, построились. Это одна из составляющих, этот очередной кирпичик в нашем экохозяйстве. А чтобы кирпичик за кирпичиком складывались в новую жизнь, нужно не то, чтобы кто-то помогал. Главное, чтобы не мешали. Дефицита опыта у большинства героев нашего проекта нет. Но есть то, о чем они все говорят и о чем давно мечтают. Я не знаю, почему так складывается. Я не знаю, почему в государстве такие законы. Не знаю. Может быть, их не доработали, может быть, не захотели, может быть, были заняты чем-то более важным. Вот живой пример. Я купил землю. Земля называется земля сельскохозяйственного назначения. Я не могу здесь построить дом, я не могу здесь зарегистрироваться. Как это понять? У меня живет один из руководителей нашего Крыма. Он проезжает мимо. Подъехать, остановиться и спросить. Мужик, как ты здесь живешь? Может, ты мне что-то посоветуешь? Я посоветую. Я могу посоветовать, я могу подсказать. Потому что я это все пропустил через себя. И я рискнул всем, что у меня есть. Да, строят много дорог, восстанавливают школы, там что-то пытаются бурить, какие-то скважины там где-то, это хорошо. Но это не главное. Главное создать условия, чтобы люди могли работать. А условий нет. Вот вторая простая тема. Из-за чего страдаю я и буду страдать все? У меня сельхоз земля. Я могу магазин здесь поставить? Продавать свое молоко, сыр? Не могу. А самое главное, это что? Это реализация. А как это все реализовать? Слава Богу, вот у меня сложились хорошие отношения с постсоветом. Я вам скажу, меня встретили просто вот, ну, как родного. Они мне выделили место под магазин. Вот в центре в Скалистом. Вот там кусочек такой, три метра вот. Сложности есть. Люди пытаются что-то сделать с учетом своей возможности, своей власти. От сложности здесь никто не бежит. Есть проблемы и есть их решения. Это видно даже в мелочах. Все время, что мы провели на ферме, нас сопровождали. Порой незримо. И была вероятность наступить на мелких преследователей. А порой очень даже зримо и шумно давая себе знать. И в таких случаях не обратить на них внимания было невозможно. Месколько месяцев назад два маленьких комочка. Они прижились, жили с нашими котятами вместе. Сначала в одной коробке. Потом с коробки выросли. Пришлось сделать им будку. Потом незаметно стали животики в них расти. Мы поняли, что нас ждет приплод. И вот так мы дружной семьей все и живем. Этой компаской. Я хочу просто показать, что такие они чудесные. Вот такие вот мы ребята. Отдаем в хорошие руки. Счастье привалило! Каждую руку по собачке. Было бы четыре руки, было бы четыре собачки. А было бы время, здесь уже был бы и свой мини-зоопарк. Тоже давняя мечта. В надежде на реализацию которой на ферме предусмотрены и другие четвероногие. Особенно привлекательные и общительные. Есть еще овцы. Значит, овец у нас три породы. Это южноафриканская порода дорперов. Мясная порода. Дочка его стоит, лохматая. В чем их преимущество? Вот видите, он за полтора года шерсти себе не нажил. Их не нужно стричь. Вторая овечка, которая прячется, будем говорить так, его супруга. Он ее постоянно бьет почему-то, не знаю, что с ней. Видимо, или с любовью что-то, или еще что-то, не знаю. Все, кто покупают у нас молоко, у кого есть дети, прямо аж до дрожи. Нам бы козочку погладить. А если бы подоить еще, понимаете? Вот у нас приблуда одна появилась. Черненькая. В прошлом году, да. Пришла под ворота и мекает. Они такими глазками смотрят на тебя. Ты для них все. Вся вселенная, понимаете? Как их не любить? Вот это вот у нас чистопородная романовская овца. Вот ее дети. Детям по два с половиной месяца. Я нашла то, что давно искала. Вернее, кого давно искала? Кролики. Это так, не кролики, это так у нас. Это Наташа с Сергеем себе купили, развлекаются. А мы себе сделаем, обязательно будет большое хозяйство. Потому что я кролика очень люблю, у меня было много пород. У меня все детства были кролики. Я жила в деревне. Вот точно такие же кролики когда-то были у моей бабушки в деревне. Бабочки белые были, серые. Ну, это калифорнийская порода. Да. Они тут с новозеландскими смешаны немножечко. И вот так я все детство провела с кроликами. Осталось одно – поваляться на сеновале. Без проблем. Можете поваляться на соломе. У нас есть сено, можете поваляться на сене. А то, как понравится, потом и на работу выходить не будете. Наши мечты о сеновале пока воплотить не удалось. Козы вернулись приносить пользу, то есть молоком. Для этих целей Александр Петрович собственноручно соорудил доильный аппарат. А вот заходит первая партия козочек. Здесь накладывается комбикорм. А как известно, за комбикорм коза готова на все. Фиксируем им головы для того, чтобы они не успели выскочить никуда. И включаем схему. Козочки начинают пятиться. Оп. Все. Внизу находится доильный аппарат. И находится доярка Наташа. Все это хозяйство сделано моими руками. Все сварено. Рассчитано. Я это подсмотрел. Саму идею подсмотрел в интернете. Пока доильный зал я делал, моя супруга, вот Наташа и еще одна доярка, 80 голов, доили по 2,5 часа. Тяжело это все. Руки болели до локтей. Но зато, знаете, вот есть в чем преимущество. Все познается в сравнении. Мои женщины, которых я перечислил, они до сих пор мне благодарны. Вот так. Если мечта, то только такая. Большая и полноценная. Если любовь, то только на всю жизнь. Потому что лишь такая любовь может дать силы, чтобы мечту воплощать без страха. Нынешняя молодежь лишена такого удовольствия, как жизнь в общежитии. Я в общежитии прожил 5 лет. Я знаю, что такое, когда все не ложатся спать до часу ночи, когда тебе по второму кто-то стучится и просит кусочек хлеба, а ты только-столько заснул. И вот у нас, значит, суббота вечер. Как обычно, два батона докторской колбасы, вино белой мицне. Молодежь этого не знает, рубль-две стоило в таких бутылках. И вот, значит, заходит один из огногруппников, приводит с собой девочку. Тогда при Советском Союзе между вузами были обмены студентами. Из Молдавии девочки приехали. И все сидят, как-то так. Пришла новенькая, сразу такая бойкая. Она чего? Раз, хлоп этот стакан. Она же привыкла, молодая, ее жену легкая. Я же не белая мицне, от которого за стаканом на ногах не стоишь. Ну и все. Тут у нас как бы покусали мы, попили вина, покусали колбаски. Я на нее посмотрел, поглядел. Ну, вышли, я говорю, парни, девчонка моя, никому не подходить. А потом уже, когда стали расходиться, я говорю, ты не против завтра встретиться вечером? В кино сходим. У нас какие были развлечения у молодежи? В кино сходить, погулять там по Днепропетровску. И вот как мы пошли в кино, и вот так, и до сих пор ходим. Она у меня друг, соратник, она сюда поехала. Думаю, спросите ее тихонечко, хотела ли она сюда ехать. Было страшно, но вечером помолившись, утром встала и поняла, раз мой любимый супруг, которому 40 лет, хочет этого, значит, я этого хочу, я его поддержала. И в конце концов, вот этот самый последний момент, он говорит, любимая, от тебя все зависит. Вот как скажешь, так будет. Я говорю, любимая, для тебя все. Мы любим это, потому что скотинка – это наша любовь, нашей жизни, потому что она нас кормит, потому что она нас вдохновляет, вдохновляет. И вообще здорово здесь. И свежий воздух, и родниковая вода, и любимая скотинка, и вкусное, чистое экологическое питание. Вот. Мы ведем здоровый раз в жизни, и поэтому хотим жить долго, здоровыми, счастливыми мы, наши дети, наши внуки. Счастье мое – быть рядом с Тудиной, что бы он ни делал. А то, что он делал, делает, ему очень нравится, это цель его жизни. И я люблю его, и люблю то, что он делает. И всегда его поддерживают. И когда есть такой надежный друг и соратник, можно не только рисковать, менять жизнь, и очень многое оставлять в прошлом. Еще можно начать писать стихи, басни и сказки. И это, наверное, самое удивительное открытие, которое мы сделали на ферме. Представление людей о фермере – это такой слегка небритый мужик в фуфайке. Вот. Как у меня рождались первые стихи. Поливаю малину. Июль, жарко. Смотрю, листочек так скрутился. Я прошу поливать. Колечко в согнутый листок. И у меня целая стихотворение. Ноябрь. Идет ноябрь, приятель скучный. В округе моросящие дожди. Погода невеселым постоянством гнетет и давит на виски. Просторы гор завесили туманы, скрывая лес от жуткой ноготы. Укрыло море серым покрывалом, слегка лишь слышны волны воды. Лес пахнет сыростью, опавшую листвою, дыша безмолвием и грустной пустотой. И лишь вступив на мокрую подложку, скорее вернуться хочется домой. И сказки, и стихи, они тоже приходят откуда-то извне, как и мечты. А еще сейчас приходит уверенность, что оставить старую жизнь в прошлом и выбрать мечту было правильно. Есть результаты и есть продукты, которыми бы весь мир накормить. Есть близкие, которые близки и в мыслях, и в делах. И есть возможность поделиться с другими тем, что смог открыть для себя. У меня сейчас продукция очень хорошая, очень вкусная. Не от того, что я хвалюсь, а от того, что об этом говорят те люди, которые у меня стабильно это покупают. Вы поверьте, у меня в холодильниках ничего не задерживается. Я молоко перегоняю в сливки. Со сливок после выдержки трехдневной делаю сливочное масло. И вот у меня две младших внучки. Они с магазинное масло шоколадное. Я попробовал. А у меня же уже вкус-то заточен на другое. Я же уже сколько времени, ведь уже в Гурзуфе сколько лет держал животных. Я всегда ем уже как бы чистую продукцию. Я попробовал. Приехал сюда, сел за компьютер. И вот я уже полгода делаю шоколадное масло. Я не планировал замещать какие-то птицефабрики, мясоперерабатывающие заводы. Я не смогу много делать. И цели такой нет. Но я хочу делать такое, чтобы это являлось одновременно ну не хочу сказать эталоном. Может быть это будет пафосно очень. Но создавать такие продукты, которые действительно людям нужно есть. Понимаете? И в этом, вот на данном этапе жизни я вижу в этом свой смысл. Понимаете? Я всего понастроил, а теперь я хочу, чтобы в этих домах жили здоровые люди. Знаете, в чем мое счастье состоит? Вот когда моя маленькая внучка, Женечка, и вот невестка у меня, ну мама ее, Лена, говорит, Женечка, а дедушке на молочко будем? И она хватает эту бутылочку и с ней выпивает ее и засыпает. Понимаете? Вот для меня это счастье. Я готов ради этого, а не знаю, что там еще. Коз на Марсе дает. Коз на Марсе дает.